В эфире новости христианского мира в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Патриарх Кирилл осудил человека поклонничества. Московские католики воссоздали крестный путь. Крестьяне Пакистана смогут праздновать Пасху. Папа Эмирит заявил о глубоком кризисе веры. Региональный молитвенный завтрак пройдет в Петербурге. По словам предстоителя Русской Православной Церкви, сегодня человек стал универсальным критерием истины, в результате чего происходит изгнание Бога из жизни общества и человека в частности. Патриарх Кирилл заявил, что это движение сначала охватило Западную Европу, Америку, а затем и Россию. Во многих процветающих странах предпринимаются усилия с законом утвердить право любого выбора человека, в том числе и самого греховного, отметил патриарх. Глава РПЦ также отметил, что его встреча с Боговани, с Папой Римским Франциском, стала поводом для серьезного разговора о масштабе преследования христиан на Ближнем Востоке. По заявлению патриарха, он не раз поднимал за рубежом тему гонений на христиан, и как будто бы никто ничего не слышал. И удивительно, американский конгресс вдруг заявил, что уничтожение христиан на Ближнем Востоке – это геноцид. Ну просили же об этом, скажите, что геноцид, что убивают. Не было ответа, а теперь есть ответ, потому что голос Востока и Запада соединился и сказал о самом главном, что сегодня всех нас беспокоит, резюмировал глава РПЦ. Традиционное католическое богослужение, воссоздающее в памяти верующих основные моменты страданий Христа, прошло на улицах Москвы. Шествие с крестом в сопровождении полиции началось у Кафедрального собора на Малой Грузинской улице и прошло по Расторгуевскому переулку, Пресненскому валу и улице Климашкина. Движение автомобилей по этим улицам во время крестного пути было приостановлено. В завершении богослужения в Кафедральном соборе к его участникам обратился архиепископ Павел Пеце. Он отметил, что перед крестом неизбежно проявляется жизненная позиция каждого христианина. На кресте Бог во Христе уничтожил дистанцию между нами и Богом, заполнил бездонную пропасть наших грехов, предательства, безразличия. Стоя у Христа, мы учимся подлинным отношением с Богом, сказал архиепископ. Во время богослужения молящиеся в единении со скорбящей Девой Марией мысленно сопровождают Христа на Голгофу, совершая 14 стояний, размышляя о его крестных муках. Уже в первые века христианской эры паломники, направляющиеся в Иерусалим из разных стран, вспоминали страсти Христовой молитвенной процессии на Голгофу. Национальное собрание Пакистана приняло резолюцию, которая предоставляет христианам возможность праздновать Пасху как выходной день. Резолюция подготовлена в Анкване Ромешем Кумара, членом Ассамблеи индуистской веры. В то время как некоторые правозащитники религиозных меньшинств одобрили упомянутую инициативу, другие указывают, что недостаточно признать лишь некоторые праздники различных религиозных традиций. Должны быть гарантированы равные права представителей всех религий и предприняты конкретные меры по защите меньшинств. Кашиф Эслам, активист и аккординатор Национальной комиссии за справедливость и мир, сказал, «Это историческое решение в плане признания меньшинств как граждан Пакистана. Мы ценим усилия правительства в этом отношении, направленные на то, чтобы гарантировать равноправие». Католический священник Афтаб Джеймс Пол полагает, что правительство должно сосредоточиться на защите прав. «Мы уже празднуем Рождество и Пасху в наших церквях. В этом году Пасха попадает на национальный праздник Пакистана. Вместо этого власти должны гарантировать право на образование, свободу практиковать религию и квоты для меньшинств в правительстве. Наконец, они должны удалить предубеждения против меньшинств и школьных учебников». В то же время бывший глава католической церкви горячо поддержал тот акцент, который Папа Франциск делает на милосердии. Об этом бывший понтифик сказал в редком публичном интервью, которое было обнародовано 17 марта. сообщает христианский портал Invictory. Интервью Бенедикта XVI взял известный католический богослов священнику язык Жак Серве. Оно стало главой в новой книге, изданной в Италии, которая содержит материалы конференции, проведенной в Риме в прошлом году. Размышляя над природой христианской веры, отставной Папа Римский отметил, что личная вера неразрывно связана с церковью. С одной стороны, вера – это глубоко личная связь человека с Богом, который касается моего сердца и помещает меня в прямой контакт с живым Богом, так что я могу говорить с ним, любить его и вступить в общение с ним. В то же время, это глубоко личный опыт неразрывно связан с обществом, говорит Бенедикт XVI. Папа Эмирит Бенедикт XVI отмечает, что великие миссионеры католической церкви всегда настаивали на том, что обращенные ко Христу люди должны прийти в церковь для спасения своих душ. Но эта вера была потеряна после Второго Ватиканского собора, считает Папа Бенедикт. Результатом стал глубокий кризис, сказал отставной Папа Римский. Молитвенный завтрак, приуроченный к 140-летию синодального перевода Библии на русский язык, пройдет 24 марта в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия уже не первый год выступает Благотворительный фонд «Содействие возрождения духовности и духовной культуры. Национальная утренняя молитва». Молитвенный завтрак – это общественно-гражданское мероприятие, проводимое Евангельскими церквями России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Национальный статус ему придает участие в нем первых руководителей основных евангельских церквей, а также статус гостей, представляющих общефедеральные центры власти России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Региональный молитвенный завтрак пройдет в Летнем дворце и продлится с 10 утра до 15 часов дня. На этом у меня все. Смотрите больше новостей в нашем эфире. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова